Здравствуйте, мои дорогие! У нас 8 утра, четверг, 23 сентября. Вот я сижу в комнате, которую мы называем или гаст-рум, или вот эта вот комната, моя любимая. Вы знаете, сегодня утром я зашла, смотрю, а мой муж сидит на этом кресле. Кресло очень удобное, кстати, вот качалка. И здесь и окно, и ветерок свежий, и молится. Это вообще изумительно, и впереди меня иконы. Ой, слушайте, это так здорово! Мой муж к иконам очень спокойно, я не знаю, понимает или не понимает. Он, конечно, понимает, что вот наш Бог, он Бог живых. И он понимает, я объяснила, что вот не иконам я молюсь, а вот через иконы, вот тому, кто на иконах изображен. Вы знаете, зрительно... Ведь я оставила уже видео, вот, что память и вообще вот... И зрительная бывает, и слуховая, и... Ой, там еще один вид, там целое видео оставила. И вообще, это не для нравоучения, не для того, а вот поделиться своими наблюдениями именно за 52 года моей жизни. Вот то, что именно помогает, вот именно детям лучше запомнить. Вот особенно хорошо, когда все три памяти работают. Вчера я ставила вот видео Насти, и реально я не знала ни фамилию ее, ни... Ну как не знала? Я вообще не знала, вот откуда она пришла. Да, вы знаете, где-то мама с ней познакомилась. Мама очень так поступает, но пользуется, насколько я поняла. Это же мои наблюдения. Я же не могу залезть в голову моей мамы. Вот, она всегда так поступала. То есть, когда вот я была ребенком, да, я обязана была слушаться ее правил, вот ее воли. Я вчера им наговорила вот про волю, да. И я очень сильно, очень слушалась, и говорила я еще в виде осталось, что мальчишки, вот они так, да, они уважают маму, но, знаете, так меньше к сердцу принимают. И есть люди, которые вот даже и сейчас еще меня называют, ой, ты чересчур вот серьезная. Вы знаете, я вот столько навеселилась в жизни, так сказать, столько вот в мире фантазии там книг жила. Да, и когда не получаешь заботы из дома своего, ни ласки, ни заботы, ни вот... И чувствуешь все время, что ты приходишь домой, и там вот война, вот чисто по-настоящему война, что там нужно залечь, вот там вот фронт. Вы знаете, жизнь вот фронт, да, вот как война сложная. Сложная, реально. И когда приходишь домой, и там еще война. И вот, но за то, что я могу сказать, я научилась, я считаю, я научилась, или это мне, вот каждый раз, когда я общалась с людьми, да, вот я делилась, и как-то им хотелось сразу вот, то есть, знаете, сразу поделиться вот самым своим вот сокровенным. Я не знаю, я думаю, это не мой талант. Мне кажется, просто мы не умеем слушать. Многие люди не умеют слушать и слышать. И, в общем, мне было достаточно вот, ну, буквально 3-4 минуты, чтобы разговаривать человека, чтобы он начал вот все о себе рассказывать. Это относится именно к мамам, знакомым моей мамы. И вот у меня легко и просто получалось понять ихнюю внутреннюю сущность. Потому что вот не прицепилась я к своей маме, просто человек, который вот, насколько я поняла, биологически таки моя мама. Вот. И особенно я это вот поняла, вот когда перекрасилась в темный цвет, и люди стали, ой, ты копия стала своей мамой, да. А вот блондинистый, вот, насколько я вижу, совсем не похоже. В общем, разговаривать человека, и даже когда я своим детям говорю, дети, будьте осторожны, вот эти вот мамины знакомые и так далее, и, как я их называю, ведьмы, это вот, и, знаете, я не обзываюсь. Я имею основу, вот основание говорить это. Вот вчера я говорила вот за эти книжки, да, чтобы вроде бы такого, да, вот было там, читают книги про вампиров. Я-то тоже читала. Я о выводах говорю. Вот посмотрите, что человек говорит, да, вот это вот Ирина. А Ирина, я вам скажу, а мама с ней знакома с мая, 20 мая 2020 года. 2020 год, всего лишь май. Даю доказательства. Ирина написала первая о моей маме. Валентина, здравствуйте. Это было именно 20 мая 2020 года. То есть прошло, вот они сейчас общаются до сих пор, да, по переписке. И всего лишь год. Вот у мамы очень краткие такие знакомства, год, два, три, по секте. У неё вот больше 20 лет они знают друг друга. И я там знаю по секте как облупленных, потому что я ходила в ту секту. Я уже чувствовала, что вот, знаете, вот воняет, вот серьёзно воняет. Но я не могла понять, что там воняет. И это затянулось на 20 лет. Вот с этим Виссарионом, когда говорят, вот, там идёт же расследование, да, до сих пор. Там вот этого Виссариона Оша я ставлю в одну кучу. И прицепиться же не к чему было. Вот да, там только журналисты зацепили, что они себя разыграли, что они хотят спонсорами быть. И так это вот, и туда якобы втёрлись в доверие. И те клюнули сами на приманку же денег. И вот они попали на ту литургию. И вот заявили открыто, что мы журналисты. И те раз, и, значит, стали их вот там вязать и бить. В общем, злоба сразу вылезла. И очень сложно доказать, потому что, вы знаете, вот те люди, которые попрыгали там, покончали жизнь самоубийством, это вот. И только близкие их знакомые, и не докопаешься туда. Они залезли на ту гору в той Сибири, знаете. И общаться нельзя было с теми. Попробуй, что мне, на поезд садиться, продавать всё своё имущество, ехать туда и там разбираться, и дальше что? Это же надо притворяться, делать расследование. То есть они вот залезли в себе в ту Сибирь и заманивают. Чисто вот именно заманивают людей. Дураки, вот те буратины, как я их называю. Я не оскорбляю, чисто буратины. Я тоже буратины была. Вот. А продавали своё имущество, залезли. Вот это Ирина, то же самое. И вот только теперь, вот по перепискам, спасибо интернету и всем этим, вот телефоном, можно понять, а что же это за люди, вот это вот Ирина. Фамилия её Гоголева. У меня есть скриншот её, вот она в открытом доступе, там, в друзьях. Моя мама же заблокировала меня, да? У неё там вторая страница, то есть у меня даже нету доступа. Артура, она моего сына заблокировала, своего внука. Валюша заблокировала, её маму заблокировала, всё. Уже они нет, вот Валюша была ангелом, сейчас уже всё. Беременная девочка, вот всё. Да, не встала на её сторону, всё. Всё, всё, заблокировали. Так что наша пишет, писала Ирина в 1, вот 20 мая 2020 года. Валентина, здравствуйте, меня зовут Ирина. Я бывшая жена. Обратите внимание, там в основном по два, по три брака сами они вот, сами поразбивали, или вот там разбитые семьи, и нет детей в основном. Я бывшая жена Алёши Жупанова, его мама Люба сейчас живёт в вашем доме. Ну, там дальше. И теперь смотрите, вот эта Ирина, это которая вчера про, вот я читала, про тех вампиров, и которая писала, что да, что ей очень нравится, её всегда притягивалось, что они особые существа. Вы думаете, я просто так про тех вампиров вчера читала? Да ничего подобного. Я, когда общалась с этими вот волками, вот я выходила, волками я имею в виду, я называю овцы, вот те вот, вот такие, как Ира, да, а моя мама, она не овца. Она не овца. Я никогда не подозревала, что вот, я почитала вот переписку её с Ириной, и вот слова, которые употребляют фразы, моя мама отличный манипулятор, и не даром вот Артур, мы понятия не имели, мы со стороны надо было глянуть, вот именно со стороны, а мы-то простые смертные, простые смертные, а она настоящий манипулятор, очень-очень жестокий человек, очень может разрушить любую семью, любую карьеру, любую жизнь, причём ближайших людей, и очень человек, который вот себе, себе, себе и по головам, вот я вам серьёзно говорю, и вы знаете, я вот вчера 10 этих вот заповедей ставила, а ведь только в православии вот есть именно злоречия, вот клевета, злоречия, вот это вот там смертные грехи, вы знаете, которые ещё вот глубже копают вот в те 10 заповедей, вот, сейчас ещё вторую часть поставлю.